Всем привет, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на своем YouTube-канале. В сегодняшнем видео мы вместе с вами будем создавать на моем лице главный тренд летнего макияжа. Это glow skin. Тема, которая интересна всем и всегда. Мне хочется здесь рассказать вам о своих главных секретах создания красивой сияющей кожи, потому что, мне кажется, это в какой-то степени такая моя фирменная фишка. Я всегда получаю очень много вопросов по поводу продуктов, по поводу техник. Ну и также лет — это пора, когда хочется как можно больше использовать подобных сияющих классных кремовых текстур. В этом видео я решила их объединить и показать все на себе в действии. Поэтому, если тема данного ролика вам интересна, а я думаю, что она очень интересна, не переключайтесь и продолжайте смотреть. Конечно же, что касается сияющей кожи, то здесь очень важен выбор продуктов, но еще важнее подготовка кожи перед макияжем. Поэтому на этом этапе я всегда рекомендую уделить достаточное количество времени для того, чтобы вы подобрали подходящие средства, которые не будут перегружать вашу кожу, которые будут подсвечивать вашу кожу, увлажнять ее и добавлять вот это, вы знаете, как раз-таки сияние изнутри. Сегодня перед макияжем у меня уже нанесен мой базовый дневной уход, и сейчас мне хочется добавить немножко свежести. Поэтому я покажу вам сейчас свою сыворотку от D'Alba, которую, мне кажется, я показываю вам уже не первый год. И здесь, в других своих социальных сетях, это сыворотка с экстрактом белого трюфеля. Мне очень нравится ее использовать как перед макияжем, но вот таким подобным образом. У нее очень деликатное, мелкодисперсное распыление, и поэтому, когда вы наносите, вы получаете действительно деликатную такую вот вуаль. Это средство очень круто увлажняет, подсвечивает кожу. Оно, кстати, подходит даже для чувствительной кожи, это тоже очень важно упомянуть, потому что я, например, как визажист в работе, мне очень важно, чтобы мои продукты не вызывали никаких аллергических реакций, чтобы я всегда была уверена, так сказать, в результате. И эта спрей-сыворотка, она у меня всегда на моем столе в студии, где я, кстати, сейчас как раз-таки нахожусь, всегда использую ее в работе и также, конечно же, для себя. Почему я ее особенно люблю летом? Потому что летом очень часто бывает жаркая погода, и это тот продукт, который можно удобно взять с собой в сумку в течение дня, освежать ей макияж, она абсолютно его не повредит. И также, кстати, я очень люблю использовать это средство как фиксатор. Не сказать, что здесь будет какой-то именно фиксирующий момент в макияже, но за счет того, что вы получаете вот это вот легкое увлажнение, мягкое распыление, все сухие текстуры, которые вы наносите в процессе макияжа, подсаживаются, и мейк смотрится менее заметным на лице и более естественным. А это как раз-таки то, что нужно летом. Плюс это очень удобный формат для меня, как для человека, который часто летает в командировке, брать с собой это в салон, в самолете, когда, знаете, сухой воздух, ты вот чувствуешь что-то вот сухость, опять же, наносишь, освежаешься и продолжаешь полет в прекрасном настроении. Это первый этап увлажнения кожи. Мне кажется, кожа, кстати, уже красиво сияет. И сейчас я вам покажу несколько сияющих баз, которые вы можете использовать в качестве дополнительного средства для сияния, либо же сделать, как я, смешать их с тоналем. Итак, конечно же, классическая база от Лора Мерсье, вот такая вот подсвечивающая, очень красивая, с таким розоватым сияющим финишем, у нее мелкодисперсное сияние, и она, знаете, обладает таким немножко даже персиковатым подтоном, а этот персиковатый подтон будет круто нейтрализовать какую-то вот усталость на лице. Если присутствует серость на лице, мне кажется, у многих она выражена. Также классная база из люксового сегмента, это вот такая от бренда Sensai. У нее тоже персиковатый золотистый подтон, тоже очень деликатное мелкодисперсное сияние, сияющие частицы, поэтому она будет смотреться очень аккуратно на коже. Кстати, здесь у этой базы есть даже SPF 10. Но я вам покажу сегодня более бюджетную альтернативу, которая, как мне кажется, безумно схожа с предыдущими продуктами. Это база бренда Luxe Visage, она называется Основа сияющая под макияж Glow Skin. И вы знаете, она такого красивого, приятного оттенка, то есть сначала, когда вы ее выдавливаете, она беленькая, но как только вы начинаете ее распределять, вы получаете вот такой слегка даже влажный, как раз таки вот этот вот сияющий финиш, какого-то определенного оттенка, она не дает, а дает просто красивое вот это вот слегка влажное сияние изнутри. Мне такой эффект очень нравится. Можно наносить подобные продукты и также на голые участки, например, плечи, ключицы, ноги. Я вам всегда про них говорю, особенно летом. Вот, но я хочу ее смешать сегодня с тоном. Тон я буду использовать. Я долго думала, на самом деле, какой показать увлажняющий, сияющий на лето. Вот как раз таки под тренд Glow Skin. И в итоге выбрала для себя от L'Oreal Alliance Perfect Nude тональная гиалуроновая сыворотка. Я вам тоже про нее рассказывала, поэтому я сейчас буду смешивать базу и тон между собой и наносить на лицо. Итак, я их смешиваю между собой. Добавляем немного сияющей базы. Тон сам по себе, конечно, с сияющим финишем. Для сегодняшнего эффекта, знаете, сияние будет хорошо, если его будет побольше. Смешиваю все это на руке. И вот теперь подобным образом начинаю распределять. Так, ну что ж, тон я нанесла, распределила его по всему лицу. Как вы видите, покрытие у него очень легкое. И за счет как раз таки этого светоотражения, зрительно, кожа становится более ровной. Какие-то прямо зоны, где требуется более плотное покрытие, конечно же, этот тон не скроет. Поэтому я рекомендую вам выбирать тогда что-то более подходящее под ваше состояние кожи. Либо при помощи уже точных корректоров, консилеров прорабатывать те или иные участки. Также я быстренько уплотнила за кадром зону под глазками, добавила немного увлажняющего консилера. И теперь будем оформлять быстро брови. Что касается оформления бровей, то в принципе под тренд Glow Skin это вообще никак не влияет. Мне просто хочется вместе с вами протестировать вот такой вот новый оттеночный броу-тинт от бренда Luxe Visage. Я вообще летом на самом деле люблю использовать, знаете, минимум, так сказать, продуктов. Поэтому попробуем оформить брови только вот этим вот тинтом без карандаша. У меня он в оттенке 101. Такой, знаете, светлый, русый. Сейчас я возьму зеркальце поближе. Итак, оттенок у этого тинта правда хороший. Мне нравится, что он не сильно жидкий. То есть, вы знаете, часто такие оттеночные тинты, гели очень быстро отпечатываются на коже. Получается этот эффект грязи. Здесь, в принципе, все выглядит деликатно. Мне, конечно, его в таком вот соло формате не хватает. Я все-таки добавлю немного карандаша, потому что я вот привыкла как-то к более сейчас таким, знаете, оформленным бровям. Но чтобы посмотреть, как он работает самостоятельно, чтобы вы могли увидеть, нанесла его специально подобным образом. Оттенок, мне кажется, будет очень универсальный, подойдет вообще всем. Если прямо у вас черные бровки, то тогда выбирайте чуть более темный оттенок. Там, я посмотрела, у Luxe Visage есть еще второй цвет. Но вот этот, в принципе, если нанести его прямо полуполупрозрачно, мне кажется, он на блондинках будет смотреться хорошо. Я сейчас немного добавлю карандаша. Карандаш у меня будет от бренда NYX автоматически. Буквально в пробелы и продолжим оформлять лицо. Следующий продукт, который я буду использовать для эффекта Glow Skin, это, конечно же, кремовый румяна. Здесь очень важно выбирать текстуру. Кремовый румяна, она бывает разная. Бывает, знаете, вроде бы кремовый продукт, но при этом ты набираешь его, чувствуешь, что он такой сухой. Он может даже подчеркнуть текстуру кожи, может вызвать дополнительные шелушения. Поэтому очень важно выбирать именно действительно увлажняющие, такие сияющие изнутри оттенки. Плюс я хочу сегодня сделать такой мейк, знаете, в персиковатой гамме. Мне кажется, это очень по-летнему. Я выбрала для себя румяна от бренда Influence Beauty в оттенке 02. У них вот такой вот формат с аппликатором. Я наношу небольшое количество на щечку и вбивающими движениями все это дело растушевываю. Посмотрите на оттеночек. Он, знаете, вот прямо придает дополнительный эффект загара. Он подсвечивает кожу. Мне кажется, что выглядит очень красиво. Я вам уже про него рассказывала. Но пересмотрев ролики, я поняла, что в действии именно в YouTube я его еще на себе не показывала. А выглядит он очень красиво. И сразу кожа выглядит такой, знаете, прямо вот какой-то прямо ухоженной. Очень красиво. И вот за счет вот этих вот мелких сияющих частиц мы дополнительно создаем как раз-таки эффект Glow Skin, про который мы с вами сегодня и говорим. Видите, я оттушевываю все наверх, к височку, чтобы это было объемненько. Очень важно, чтобы вот это вот сияние, про которое мы говорим, оно не было каким-то локальным. То есть да, оно должно быть где-то более ярко выраженное, где-то менее. Но при этом при всем, смотрите, чтобы это все было так объемно. Дублирую немножко в складку века на центр носика, знаете, для эффекта, как будто чуть-чуть подзагорели. И боковые поверхности лба. Мне кажется, что очень красиво уже выглядит мейк. Для того, чтобы добавить именно коррекции, можно, конечно же, взять наши бронзеры, например, Шайбу от Шанель, про который я вам показывала, либо Романа о мейкап в оттенке медиум. Либо же можно рискнуть и сделать, как я, взять жидкий бронзер, который я вам тоже показывала. Это бренд Rouge Bunny Rouge, продукт, который называется Bronzing Glow Liquid. Вообще его можно наносить и на открытые участки тела, и подмешивать в тон, и использовать как жидкие колготки. Я добавила капельку буквально. Вот так вот сейчас растушую его и просто чуть-чуть добавлю в зону коррекции. Опять же, для дополнительного эффекта Glow Skin. Но и за счет бронзирующего эффекта мы получим как раз-таки вот этот вот эффект рельефности, эффект загара. Летом, поверьте мне, это будет смотреться уместно. Конечно, для зимы, для осени, наверное, будет слишком, но, в принципе, опять же, смотря где вы живете. Если вы живете там, где всегда светит солнце, то это будет уместно. Летом все-таки хочется немножко больше праздника, поэтому добавляем. Давайте добавим еще немного красивого сияния. И я хочу добавить вот такой вот стик от бренда Shoe. Это хайлайт стик. У него очень красивый розоватый персиковый подтон. Если что, это оттенок 354. Я этот стик рекомендую вам переносить на пальчик и вот такими аппликативными движениями наносить на те зоны, где хочется добавить дополнительного сияния. Я вот прям объемно наношу на все подвижное веко. Галочка верхней губы. Немножко кончик носика, немножко спинка. Вот так вот. И, конечно же, выступающая скуловая зона. Здесь вот проверяете обязательно через зеркало себя, чтобы при определенных поворотах это сияние было умеренное, чтобы его не было слишком много. Потому что у нас с вами, напомню, здесь уже и румяна с подсвечивающим эффектом, и бронзер, в принципе, тоже сияет. Поэтому здесь, конечно, важно не перегрузить кожу. На веки добавили. И вот на веках этот оттенок тоже смотрится очень свежо. С лицом мы пока что с вами завершаем. Теперь давайте сделаем мейк глаз. Мне кажется, что персиковая гамма летом смотрится очень круто. У меня здесь будут вот такие кремовые тени от бренда Rouge, Bunny Rouge. Двойные. С одной стороны, холодно-серый оттенок, а с другой как раз-таки теплый персиковый цвет. Это стик под номером 108. Я, как я уже сказала, хочу как раз-таки вот эту вот теплинку взять отсюда в небольшом количестве. И на все подвижное веко. Кстати, те кремовые румяна, которые я вам сегодня показывала от Influence Beauty, вы можете смело также наносить на глаза и заменить вот эти вот кремовые тени, которые я сейчас наношу. Знаете, продукты похожи между собой. Этот оттенок просто от Rouge, Bunny Rouge чуть-чуть светлее. А от Influence Beauty он чуть более тепленький. Поэтому здесь мы получаем эффект такого, знаете, высветления и ровного века свежего. Там оно будет смотреться все равно немножко иначе, но тоже очень красиво. Поэтому попробуйте. Оп. И я также добавлю его немного снизу. Для эффекта Smoky Eyes. Такой, знаете, получается эффект как бы голого века, но при этом за счет оттенка оно получается очень свежее. Я сейчас добавлю немного персиковых сухих румян в качестве теней. Вы можете брать абсолютно любые. У меня сегодня это, к примеру, L'Oréal Paris, оттенок номер 01. Здесь оттенок персиковый, вы знаете, в сочетании с таким золотистым шиммером. И я прямо активненько поверх подвижного века буду дублировать эти румяна. Вы можете наслаивать, по крайней мере, этот продукт, потому что он очень полупрозрачный и деликатный. Конечно, бывают румяна абсолютно разные по степени пигментации. Тогда лучше проверять все это дело предварительно на руке. Но вот я сейчас нанесла на один глаз, мне кажется, уже видна разница. Так, что касается макияжа глаз, то это еще не все. Теперь я предлагаю нам с вами взять бронзер. Я сегодня хочу, кстати, показать новый вот такой от бренда Catrice. Называется Holiday Skin Luminous Bronzer. Он матовый по текстуре, но за счет такой, знаете, увлажняющей, бархатистой, приятной, даже слегка маслянистой текстуры он действительно ложится с таким полупрозрачным, зияющим финишем. Выглядит очень красиво. Я такие текстуры люблю. Они в основном бывают больше в люксовом сегменте. Но у Catrice, как мне кажется, сухие текстуры, что румяна, что хайлайтеры, что бронзеры всегда очень удачные. Итак, я сначала, конечно же, давайте добавим этот бронзер на нашу скуловую зону. Немножко усилим ее. Вот так. Боковые поверхности лба. И теперь можно прям той же кистью, которая окрасила глаза, добавить немного этот оттенок в складку для глубины. Я обожаю вообще, знаете, сухие продукты дублировать на глаза для такого фреш-быстрого мейкапа. Не знаю, как у вас, но лично мне летом хочется действительно вот этой вот легкости, быстроты, многофункциональности. Конечно, в сегодняшнем видео мне хотелось и новые продукты показать, и тренд отобразить, чтобы это получилось информативно, красиво. Вот, поэтому продуктов, возможно, чуть больше, чем обычно у меня в ежедневном макияже. Но все они все-таки интересные. Дальше. Ну какой, конечно же, эффект Glow Skin без сияющей пудры? Поэтому я возьму сегодня ту, которую вы сейчас можете купить, например, на российском рынке. Это, кстати, белорусский бренд Reluie Satin Face Powder. Пудра реально с подсвечивающим эффектом, с таким, знаете, балюром. Я ее только на Т-зону для эффекта фотошопа, для эффекта вот этого сияния, опять же, изнутри. То есть мы как бы лишние болезки, если он был, мы его убрали, но при этом сияние, заполированность остается. И добавлю хайлайтер объемной прям кистью. Это Go Glow от бренда Catrice. У меня оттенок 0,10. Называется он Glowing Peony. Сияющий пион. Вот. И вот так вот дублирую наш сухой. Смотрите, какой красивый. Вообще не могу. Конечно же, на носик. На кончик полюбила я вот так вот добавлять. Угу. Над губой. Над губой можно прям пальцем, ребят. Вот так. Поактивнее. И сюда. И капельку, буквально капельку хайлайтера вот сюда, во внутренний уголочек глаза для легкого блика. Раньше, помните, фигачили прямо спарклы, сияющие резкие такие хайлайтеры во внутренний уголок? У нас внутренний уголок просто из космоса было видно. Сейчас тренда такого нет. Вообще, очень часто уголки оставляют прямо матовыми. Но если хочется блика, то пусть он будет очень деликатный. Вот как я сейчас как раз таки сделала. Пора добавить ресницы и завершить мейк. Итак, ресницы готовы. Ну что ж, мне хочется сейчас добавить немного сияния на губы. Сделаю я это, знаете, при помощи, наверное, новеньких блесков от Luxe Visage. Называется он Dragon Glass, 3D Volume Lip Gloss. Я возьму оттенок, которым чуть больше персиковых блесток. Это называется оттенок Flamingo 03. Без карандаша можно просто, знаете, чуть-чуть даже вот румян кремовых от Influence добавить. Капельку. Вот так. Оп-оп. Смотрите. И пальчиком. Буквально для оттенка. Много нам не надо. И сейчас как раз таки блеск сверху. У него аромат, знаете, барбаристский такой. Я уже говорила, что тренд на сияющую текстуру для губ сейчас на пике. И посмотрите, как он круто подчеркивает как раз таки вот этот эффект Glow Skin. То есть я сделала специально такие полуматовые глаза, красивую сияющую кожу. И вот этими губами, мне кажется, мы отлично подвели итог нашего сегодняшнего образа. Опа. Опа. Вот. Слушайте, ну блеск прям красивый. Прямо, знаете, такое жидкое стекло на губах. И мне это очень нравится. Что касается кожи, то мне кажется, что у нас получился такой вот коммерческий вариант Glow Skin. Потому что, конечно же, можно создать прямо супер влажную кожу. Но не всем это будет комфортно. То есть когда есть прямо блеск, и если вы существуете в теплом климате, да, летом, то это, конечно же, бывает тяжеловато. И мейк все-таки волей-неволей начинает, так сказать, подстекать. Поэтому очень важно сделать этот тренд носибельным. И мне кажется, что сегодня у нас получился как раз таки такой вариант. В конце мне хочется еще добавить немножечко спрей-сыворотки от Дальба. Я обязательно взбалтываю. И освежаем макияж. Как вам наш образ? Мне кажется, получилось очень по-летнему, очень свежо. В принципе, это не просто Glow Skin, это по факту и летний мейк. В общем, называйте, как хотите. Пишите обязательно в комментариях, нравится ли вам подобный тренд. Вообще, что вы любите носить в макияже именно летом. Будет очень интересно почитать. Я вас всех благодарю за просмотр данного ролика. Не забывайте подписываться на мои другие социальные сети. Ссылки на них вы найдете в описании под этим роликом. Ну а я вам всем желаю отличного настроения. Мы с вами уже совсем скоро увидимся в следующих видео. До новых встреч и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok